Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 6 апреля, день Захария Постника, назван в честь Захария. Он служил в Печерском монастыре в дальних пещерах. Прославился он тем, что по пострижению монашества положил себя за правило до смерти не есть ничего ни печеного, ни вареного. Питался каждый день только после захода солнца, и то малым количеством сырой пищи, то есть зелья. От такого воздержания был страшен для бесов. Они боялись даже его имени. Часто видел ангелов, с которыми по смерти своей сподобился жить на небе вечно. В этот день очищали дом от нечисти, стирали и убирали. Жили костры за двором и обходили избы кругами. Обязательно можжевельников окуривали домашний скраб и зимнюю одежду. Старые соломенные постели сжигали, чтобы обезопасить себя от бесовского влияния и истребить недуги. Обязательно прыгали через огонь. Печенье топили и укладывали спать в выхоложенных горницах и сенях. В избах оставались только больные старики и дети. Наши предки верили, что черти самого имени святого Захария постника не выносят и убегают из тех мест, где почитают память этого монаха. Сегодня можно покаяться в грехах и получить право посещать храм. Которые не пускали тех, на ком висит тяжелый грех. В этот день принято было гадать о будущем урожая. Для этого на ночь вешали мокрое полотенце во дворе. И если к утру оно высыхало, быть хорошим урожаем. Останется наполовину мокрым, урожай будет средним. Если же полотенце было мокрое или замерзло, лето будет влажным с ранними заморозками в конце. Подготавливали себя ко дню Благой Вести молитвами. Раздавали милостыню, особенно заключенным. В церквах освящались семена. В этот день было принято сеять горох, приметы. Если ночь была теплой, то весна будет дружной и теплой. Если сегодня снег пошел, к урожаю гречихи. Ударил мороз, к богатому урожаю овса и проса. Теплая ночь, примета того, что весна быстро придет. Снег растаял, в этом году снегопадов больше не будет. Если не стаял, еще долго будет лежать. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расширяла приливная волна, идет на спа, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта, это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать.